Добрый день, друзья! С вами Сергей Строковин, политический обозреватель с комментарием на портале Москва-Баку. Крылатая фраза «Баку – город ветров» приобретает в эти дни символическое значение. Ведь на самом деле ветер – это не только потоки воздуха, возникающие в результате неравномерного распределения тепла и атмосферного давления, как мы с вами знаем из школьных уроков. На самом деле слово «ветер» гораздо более многозначное. Не зря же мы с вами говорим «ветер времени», «ветер перемен». Мы желаем попутного ветра, то есть желаем удачи тем, кто уходит в плавание. События этой недели при всей их кажущейся разноправленности имеют один общий знаменатель – такой невидимый внутренний стержень. Они показывают, что портовый Баку – это не только город, обдуваемый ветрами с Каспия, но и одно из немногих мест на постсоветском пространстве, где ощутимы те самые ветры перемен, ветер времени, где происходит реальное движение, происходит развитие, не оставляющие места никакой стагнации. Каждая страна, конечно, удивляет по-своему. Вот Армения, к примеру, удивила Россию возможностью своего участия в предстоящих военных учениях США в Европе, причем оставаясь членом АДКБ. Но в Азербайджане вот в это самое время, конечно, говорили совсем о другом. И вот на этой неделе в Баку побывал региональный президент компании British Petroleum Гэри Джонс, который вместе с президентом Ильхам Амалиевым принял участие в церемонии начала строительства первой в мире морской платформы BP, которая будет управляться дистанционно. В ходе церемонии произошла символическая отправка в море верхних модулей платформы Центральной Восточной Азари. Напомню, что проект Центральной Восточной Азари это первое крупное инвестиционное решение партнеров Азари Чирак и Гюнешли о долевом разделе добычи нефти до 2049 года. То есть долгосрочный проект стоимостью 6 миллиардов долларов. И он включает создание вот этой новой морской платформы и других установок ежедневной производственной мощностью до 100 тысяч баррелей нефти. И прогнозируется, что вот в эксплуатационный период проекта в целом, в целом будет добыто до 300 миллионов баррелей нефти. И директор проекта Центральной Восточной Азари Нил Филлипс проинформировал президента Алиева о том, как дистанционно будет осуществляться вот это управление всеми операциями с морской платформой, включая процессы эксплуатации газовых скважин, транспортировки полученной сырой нефти. Да, друзья, это не фантастика, никакая это не футурология. Вот это реальность завтрашнего дня, причем эта реальность завтрашнего дня создается уже сегодня. И начало строительства первой в мире дистанционной платформы BP совпало со встречей в Бухаресте министра иностранных дел и внешнеэкономических связей в Венгрии Питера Сиярта с министром энергетики Румынии Вирджилом Даниэлом Папеску. И вот, как заявил Питер Сиярта, Будапешт и Бухарест хотят получать природный газ из Азербайджана и ведут работу над подготовкой инфраструктуры для укрепления своей энергетической безопасности. Ну, ранее, напомню, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к Еврокомиссии с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу. И вот теперь, теперь, когда заявка четырех европейских государств, делающих ставку на азербайджанский газ, получена, конечно, мяч находится уже на половине Брюсселя. Теперь руководство Евросоюза должно показать, готово ли оно на самом деле от общих вот этих разговоров о диверсификации поставок газа перейти уже к реальным шагам для ее осуществления. А вот еще в сентябре прошлого года, помнится, на встрече министров энергетики тюркских государств Питер Сиярта прогнозировал, что объем азербайджанского газа, поступающего в Европу, в ближайшие годы вырастет вдвое. И он, кстати, тогда назвал это самой реальной возможностью диверсификации европейского энергоснабжения. Что же касается непосредственно самой Венгрии, то она уже сегодня готова заключить долгосрочный контракт с Баку на поставку около 2 миллиардов кубометров газа в год. Однако развитие, конечно, происходит не только в нефтегазовом секторе, и в целом прирост ВВП Азербайджана, если вы посмотрите статистику, в 2023-2024 годах ожидается на уровне 3,5-4%. И вот на этом фоне международное рейтинговое агентство ФИЧ на этой неделе подтвердило рейтинг Азербайджана на уровне BB+, с позитивным прогнозом. И в заявлении ФИЧ, разъясняющем, отмечается, что поддержку рейтингу оказывает значительный положительный торговый баланс Азербайджана, самый низкий государственный долг в группе стран-аналогов, и, наконец, гибкость финансирования за счет крупных активов Суверенного фонда благосостояния. При этом также обращает на себя внимание, что одним из сдерживающих факторов для увеличения рейтинга Азербайджана агентство ФИЧ открытым текстом называет «сохраняющийся риск конфликта с Арменией». Таким образом, ФИЧ признает, что хотя отсутствие мирного договора с Ереваном не может остановить развитие страны, в случае достижения долгосрочного урегулирования на Южном Кавказе это развитие может быть на порядок более быстрым, способствуя дальнейшему улучшению рейтинга Азербайджана. И вот на этом фоне, друзья, мы на этой неделе получили еще одну возможность говорить о многовекторной политике Азербайджана, примером которой стал государственный визит президента Алиева в Таджикистан. И в рамках визита прошел инвестиционный форум, в котором приняли участие более 200 руководителей министерств и ведомств, предпринимателей, инвесторов, представителей компаний, предприятий различных отраслей экономики двух стран. По итогам форума подписан пакет соглашений, включая меморандум о сотрудничестве между торгово-промышленной палатой Таджикистана и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей Азербайджана. Кроме того, на этой же неделе в Баку открылся бизнес-форум товаропроизводителей Азербайджана и Казахстана. Вот вы только вдумайтесь, сегодня в Казахстане функционирует более 1170 компаний с азербайджанским капиталом. И как ожидается, товарооборот двух стран в этом году вырастет на 15%. Ну и наконец, на этой неделе Баку посетила российская делегация во главе советника президента Путина Русланом Эдельгириевым, который встретился с министром экономики Азербайджана Микаэлом Джабаровым. Стороны обсудили вопросы диверсификации экономического партнерства и развития междрегиональной связи. И вот в ходе встречи Микаэл Джабаров подчеркнул позитивную динамику развития отношений, отметил значимость интенсификации партнерства между деловыми кругами двух стран. И вообще, по его словам, благоприятная деловая и инвестиционная среда в Азербайджане открывает новые перспективы для развития регионального сотрудничества. Ну, я добавлю, что стороны также подчеркнули особую роль транспортных связей для увеличения двустороннего товарооборота и обратили внимание на значимость использования ресурсов транспортного маршрута север-юг. И вот свежий ветер, символ движения и развития, это, как мы видим, что-то противоположное неподвижности и застоя. И вот это относится ведь не только к атмосферным явлениям, это относится к явлениям экономики и политики, это относится к инвестиционному сотрудничеству. Идет ли речь о мире в целом или об отдельных государствах. Применительно к Азербайджану слово «ветер» введи еще созвучно слово «вектор». Ведь оно напоминает о многовекторной политике страны, о ее развивающихся мирохозяйственных связях, направленных как на Запад, так и на Восток, и открытых всему миру. Открытых, друзья, для тех, кто готов не воевать, а торговать, кто готов не разрушать, а строить. Это был Сергей Строконь, политический обозреватель с комментарием на портале Москва Баку. До новых встреч, друзья.